Что, ты меня уже ждёшь? Уже встречаешь, да? А? Пока я сходила на рынок, ты уже всё соскучился и сголодался, да? Ты ж поел, я уходила. Час меня не было, а то, может, и меньше. А, Шмяка? А, Шмяка? Прожорливый ты, мальчик. Сейчас открою. Сейчас открою. Да. Уже соскучился. А домой зазываешь, не идёт. Ночь будет гулять, а день будет целый день вот так туда-сюда в дверь. Заходи, гостем будешь. И сразу к своей кормушке. Шмяк пришёл и быстренько к кормушке. Не захотел со мной распаковывать. Ну, и я себя не стала показывать, потому что опять пошёл дождик, и я, как всегда, я, как всегда, немножко промокла. Ну, самой-то не страшно, но вот чёлка, конечно, во все стороны. Что я сегодня купила? Купила килограмм картошки. Картошка по 95 копеек. Так, вроде это картошка. Мне уже показалось, что мне тут бурак подложили. Картошка некрасивая уже. Уже остатки допродают. Уже появилась молодая. Молодая стоит... А сколько стоит, по-моему, там рубль 20 было написано. Но я решила, что мне надо вот старый такой напережка. Рассчитываю, что мои детишки придут в воскресенье. Вот, сделаю пирежка. Они такое любят. И отбивную. Ну, вот так вот у меня в планах. И взяла сегодня хлеб. Давно я его очень не покупала. Хуторок. Хуторок, говорю, сегодня привезли. Говорит, да, сегодня. Вот такой вот он мягкий. Сегодня вот всё покупала. Взяла опять баранки. Баранки у меня есть. Но думаю, чтоб мне завтра никуда не тащиться. Ну, один день уже вот пока немножечко вот дождя нету, промежутки. Надо траву немножко порвать. Потому что дуванчиков – это какой-то кошмар. Всё уже заросло травой. Вот, дождь идёт, растёт трава. Взяла, конечно, яблок килограмм. Но без яблок я никак. Так, и эта самая подошла. Артур говорит, конфеты привезли. Я говорю, я опять хочу зелёненьких. А он говорит, ну вот, остальные кто будет есть. Но, правда, я говорю, ну тогда мне рижские. А зелёненьких сколько можно? Ну, тут ещё и синенькая попалась. Но вот так вот он ко мне очень хорошо относится. Поэтому мне так потихонечку, так вот. Жаль, что они у нас не отдельно. Вот в магазине вот эти все, только они по-другому почему-то называются. В магазине как-то он у нас, там где это самое, я вам показывала как-то магазин. Там дезефир, пастила. И вот появились конфеты, но они с другим названием. Хотя те же самые конфетки. Всё, надо что-то покушать, наверное, сначала, а потом уже идти в огород. Потому что кушать что-то вроде бы как бы хочется. Вышла посмотреть, что тут с моими розами. Ну вот вижу. Так, вижу на одной. От росточки есть. Смотрите, даже вот на этой сухой появились от росточки. На этой большой тоже вот там вот в глубине. Один единственный от росточек. Один есть. На этой тоже есть вот хвостик. Так, не вижу, что показываю солнце. А вот ещё на второй есть. Так, и дружочек тут уже есть. Вот он уже тоже со мной вместе проверяет. Да, шмичоня мой. Где я? Там от тебя надо проверить. Ах ты мой хороший. А вот это вот, смотрите, вообще вот сколько выпустила. Вся. Вся в хвостиках. Ну, они такие тоненькие. Такие веточки тоненькие. И вот там вот тоже есть. Есть. Так что розы мои живые. Живые, живые. Здесь вот снизу тоже. Вон, видите, есть от росточек. Вот только на одной вот. А там вот всё сухое. Всё, всё сухое. Нет, вот даже внутри. Ну, хорошо. Хоть что-то осталось. Хоть что-то. Хоть что-то. Хоть что-то они не погибли. Шмячка, ну, что ты меня толкаешь? Что ты меня толкаешь? Дикие огурцы размножились в этом году. Надо даже их, девочки, надо их повыдрать. То не могла их развести, то теперь везде. Везде. Особенно вот здесь вот. Ну, надо будет, наверное, половину выдрогать. Или взять вазон какой-то и посадить. Ой, ветер какой сильный. Вот. И может куда-нибудь к стенке их. Так, пошли дальше смотреть розы. Пошли смотреть дальше розы. Вот. И на этой есть. И на этой есть вон от росточки. Куда ты полез? Куда ты полез на грядку? А ну-ка, слазь. Шмяк. Шмяк. Уйди с грядки. Уйди, нечистая сила. Ай, нечистая ты сила. Так, на этой смотрим. Есть тоже. Есть тоже отростки. Пошли дальше. Пошли, жук. Пошли. Вот, ляжь лучше полежи. Лучше полежи. Так, есть. Живая. Живая. Проснулась. Это у меня чехол закрывается. Проснулась. И эта проснулась. И вот там есть. И там все живые, девочки. Все мои розы живые. И даже вон колокольчики расцвели уже. Вот. И клематис живой. Только надо сейчас вот эту вот шелуху, вот эту всю обчистить. Вот сухие эти листья. Я рада. Я рада, что мои розы живые. А то я уже думала, неужели надо покупать. Потому что что-то на рынке посмотрела. А там розы тоже вот продают. И такие хиленькие-хиленькие стрелочки. Я такие не хочу. Ну, вон, видите. Называется я полола. Сколько опять в кругом травы. Сколько опять кругом. Ой, клеенку сегодня опять не купила. Пошла, продукты купила. А клеенку, думаю, ай. Под дождь, дождь начался. Я думаю, ну, зачем мне клеенка, если дождь нет? Все равно не буду делать. Так вот и пошла. А там, смотрите, что делается возле забора. Одни одуванчики. Одни одуванчики. Ой, вот там вот рыженькие растели. Девчонки, одна трава. Одна трава кругом. Не справится мне с ней. Не справится. Сейчас пойду, не знаю, что буду делать. Чем заняться? Куда пойти? Кому отдаться? Шмяка, чем будем заниматься? Дождик нас напугал немножко, и все. И все, дождика нет, выглянуло солнышко. Погода хорошая. И чем заняться? Где что порвать? Ну, где-то что-то надо. Ну, так много. Но я, в общем, рада, что хоть мои цветы, хоть мои розы все живые. Тюльпаны вон-вон. Вот-вот расцветут. Посмотрите, и много. Вот я их рассадила с большой грядки. На большой грядке они у меня там все посрослись. Вот. А вот рассадила, так вот, сколько пупышечек много. Ладно, сколько можно болтать? Надо заниматься делом. Правда? Шмяк, взял бы ты мне помог, а? А тут только по грядкам ходить и топтать все. Привет, мои хорошие. Не знаю, вот собираю видео из кусочков, поэтому даже не знаю, здоровалась я с вами или не здоровалась. Убрала дома, попылесосила. И думаю, ну, пойду в огород. Пойду что-нибудь сделаю. Травой заросло все. Там порвало, там порвало. Смотрю на водоем на свой. Надо пленку вынимать. Надо что-то с ним делать. Вот. Короче, в прошлом году уж я думала, что я его уберу вообще. Ну, вот видите, какой ветер. Тут меня разметает совсем. Вот. Ну, на улице хорошо. Не холодно. Я сварила себе чашку кофе. Вот, девчонки, видите. Вот, сварила чашку кофе. Принесла один себе пряник. Вот. И решила посидеть. Кофе сделала с ванилином, который у меня превратился в кусковой. Вот. Надо глоточек сделать. Пока совершенно не остыл. И, в общем, вытащила пленку, эту клеенку. Сняла все эти кирпичи. Поскребла немножко траву. Но ее надо оттуда вынимать. Но пока не высохнет, я ничего не могу делать. Кругом заросло все дуванчиками. А я одна. Я одна. И не потому, что я сейчас подала на развод. И не потому, что я хочу быть свободной. А просто пять лет уже все равно нету. Мужчина, который может помогать. Которому надо покланяться, если что-нибудь он сделает. Поэтому вот иногда на меня нападает такое. Вот вроде бы и очень хорошо жить в своем доме. Я люблю свой дом. Вот. И все вроде бы здесь сделала уже. Когда вот не было ни туалета, ни ванны, ничего. Это не отопление. Надо было дрова покупать, брикет. Ой, это все тяжело. Это все так тяжело. В молодом возрасте это, конечно, так не чувствуется. Да, и с мамой мы жили. Как-то и Ариша потом было. Но темно, что ли. Я темная какая-то. Вот. И когда остаешься один, то вот эта работа вся, огромная эта работа, все сваливается на тебя на одну. Иногда на меня нападает такое вот. А не поменять ли, не продать ли мне мой дом и не купить ли мне квартиру? Вот. Там пришел в квартиру и свободен. Убрал, пыль протер, и ты все время свободен. Конечно, хорошо, если она с балконом. То можно на улицу немножко выйти. Ну вот. А так. Ну, у меня пряник, девочки. Ветер такой, что сейчас мой пряник снесет. Вместе с салфеточкой. Надо кружку на салфетку поставить. Правда, пряник улетит. Нападает иногда вот такая вот мысль у меня. А с другой стороны, пока это даже нельзя об этом думать, нельзя это делать. Пока я все эти дела не сделаю, пока я не разведусь, пока я не выпишу, нельзя. Потому что иначе будут большие сложности. Не буду рассказывать, почему. Потом, когда-нибудь потом расскажу. Так что вот такие вот меня посещают теперь мысли, когда вот надо вот так вот все время это... Надо не вылазить с огорода для того, чтобы был порядок. Потому что, ну что, сколько недель назад я прополола все эти грядки. Сейчас это даже не видно. Даже не видно, что я их полола. Вот, опять все заросло травой. А кроме грядок, вокруг грядок. Вот, а уже я даже не говорю о тех вот кусках, которые у меня там возле гаража, здесь вокруг дерева и вот здесь. Там, где он сажал картошку. Ну, а раньше мы, когда вместе были, то мы сажали огурцы, бураки я сажала. Вот, потом это от всего отказалось как-то. Ну вот, ну вот все время меня разметает. Вот такая я, лохмушка перед вами. Хочу быть красивой, а получается вот так вот. А бы что? Ну, очень сильный ветер, девочки. Хочется, чтобы было красиво. Раньше я и вазоны вешала, и ставила вокруг. Вокруг дома здесь, впереди. У меня были такие круглые колец. Я туда тоже бархатцы сажала. Я уже и от этого отказалась. Ну вот. Я не могу, чтобы не гарния кому-то совершенно. Лена, говорю, приезжай. Она говорит, нет денег, каждый день к тебе ездить. Оришка тоже не может. Потом расскажу, почему не может. Так что, вот так вот. Вот такие вот у меня мысли теперь уже набегают на меня. Вот так в своем доме хорошо. Хорошо в беседке посидеть. Сейчас бы, конечно, только с Висни дом моментально купят. Потому что здесь, в нашем районе, земля. Земля для больших этих самых, строить дома большие, это очень удобно. Центр. Вот напротив вот этот вот дом здесь жили, продали его, уехали. Вот. И вот домино огромный строится. Мне предлагали тоже сколько раз. Но я как-то даже не вникала в этот, в эти вопросы. Потому что у меня даже мысли не было. У меня были силы, у меня тогда был муж. Вот. А уже сколько лет нету. Ну, иногда вот так вот приедет, иногда что-нибудь сделает. А тут вообще вот, вообще ему ничего не надо. Ну, а раз не надо, значит не надо. Не знаю. Не знаю, девочки, что делать. Хотя Аришке совсем, конечно, не хочется, чтобы я дом продавала или меняла на квартиру. Вот, если только так менять, чтобы квартира была трехкомнатная, чтобы, допустим, дети могли со мной жить, а не снимать квартиру. Тогда нам обязательно надо трехкомнатную. Короче, это все сложно. Это все сложно. Это надо все думать, но это надо будет думать только потом. Потом, когда я буду свободная. Продолжение следует... Продолжение следует...